Всем здравствуйте! Это новости Турции. Я не профессиональный журналист, это мой личный блог. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, которые здесь у нас происходят в стране, в информационном пространстве. Ресерч и подборку новостей я делаю самостоятельно, исходя из собственных интересов. То, что я считаю, может быть интересным для людей из других стран, для иностранцев, которые говорят на русском языке. Итак, давайте приступим. Сегодня, конечно же, мы поговорим немножко о катастрофе века. Я расскажу, что здесь сейчас происходит, в каком состоянии вообще страна, люди, их настроение. Немножко поговорим на ответвленные другие темы, чтобы как-то разбавить повестку дня. Потому что мы уже здесь, в Турции, начинаем, конечно же, уставать от этого вселенского горя и катастрофы. Время идет, прошло уже фактически две недели, но легче, конечно же, не стало. Возникло еще больше вопросов, больше недопониманий каких-то. И, в общем, люди, все общество сейчас в стране в очень подавленном состоянии находится до сих пор. Кто хочет, кстати, следить за новостями, более актуально и быстрее их получать, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании под видео, там новости выходят гораздо быстрее. Официально сейчас уже превышено количество пострадавших и погибших в стране, погибших больше 41 тысяч в Турции. Под завалами остается неизвестное количество, но официально не озвучивается, сколько людей еще, скажем так, являются потерянными без вести. У людей в достатке питания, обогрев, одежда. Все это в порядке, этого хватает. Сейчас вопрос с медикаментами и вопрос вообще с недостатком жилья, то есть конкретные нормальные дома, где бы они могли жить, куда расселить пострадавших людей, которые остались без домов. Сейчас их по всей стране расселили в отели, в общежития, в университеты, какие-либо общежития при каких-то госучреждениях и так далее. На фабриках различных снизилось производство, помещения всякие, складские оборудуют под жилье временно, естественно. Официальное заявление президента было о том, что в течение года, уже в марте сейчас начнется строительство новых домов. Я не знаю, как успеют, естественно, логически, никто это не понимает, все это убрать, потому что в городах огромный мусор, бетон. Это надо куда-то вывозить, и на все это нужны силы, это как-то нужно ликвидировать. То есть именно масштабы катастрофы такие огромные, что каким образом именно физически это будет реализовываться, пока что еще не всем до конца все понятно. И правительство сейчас придумывает эти планы, как это делать. На данный момент парламент не будет работать еще до конца этой недели, до 23-24 февраля. Потому что 70% сотрудников парламента, оно выехало в поля, на местах работают, в городах, которые пострадали. То есть вообще, в принципе, работать некому. Про выборы, что спрашивали вы меня, на данный момент информации никакой нет про выборы в Турции. Пока что из последнего турецкий ЦИК, Центральная избирательная комиссия, будет делать запрос в парламент, когда он откроется через неделю, о том, чтобы перенести выборы на год следующий. Но при этом тут же оппозиция очень жестко выступает, очень критично. Если процитировать лидера ГИП, он сказал так, что вообще в Конституции это так и есть, по сути, закон, а нет, вы не имеете права переносить выборы и уйти от ответственности, если вас не выбирают, нечего этого бояться. Уйти от ответственности через год у вас не получится, и за год люди трагедию не забудут. Но на данный момент вопросы политические в течение этой недели сильно уж не поднимались. Знаете, почему? Потому что траур, все в подавленном состоянии, официально траур закончился 13 февраля, 14 февраля, дни влюбленных, конечно, в стране у нас не было. Никаких празднований, украшений. Максимум, что я видела, это на улице цветы продавали, как всегда. Кто-то их покупал, но знаете, кто отмечал, прям тинейджеры, подростки, там, 15-20 лет, вот такого возраста ребята молодые. Все, кто постарше, естественно, всего не до этого. Сегодня первый день дети пошли в школы, официально открыли учебное заведение, про институты, вроде бы, как они так и остались закрытыми, на удаленке они работают, ничего не учатся, ничего пока что не поменялось. И вообще государство сделало такой запрос, чтобы учителя, волонтерами, кто хочет, поехали в зону бедствия учить детей на месте, потому что некому их там учить. Да, не только условия непригодные, многие учителя и погибли, в общем, там просто патовая ситуация на самом деле, во всем, чего не коснись. Люди живут при минусовой температуре в шатрах. Шатер, ну, это палатки, по сути, не зимнего типа, а простые. У кого не хватило палаток, строят их из каких-то подручных средств и так далее. А потихоньку начинается вот этот точечный везде развал с разбор бетона, эскалаторщики различные работают. Было вот недавно видео, как мужчина на бульдозере рушил там стены, ну, снимали его по этажам дома, эти разборы делали. Его домом до конца обрушился, разлетелся, эскалаторщик успел выпрыгнуть со своего вот этого, ну, или бульдозера, эскалатора, ну, в общем, с машины своей. Никто не пострадал, стали все живы, но там просто дома продолжают, скажем так, рушиться. Самое, что ужасное, продолжаются толчки с землетрясением. Буквально позавчера там в Хатайе, в провинции, возле Газиантепа было 5,3 баллов, 4,9. Я скажу, это сильные толчки. При них, например, могут быть разрушения поврежденных уже ранее зданий, то есть все еще может рушиться, оно где-то там рушится. В новостях этого по минимуму. Поисково-спасательные работы закончены. Сейчас живых уже не ищут на данный момент. Это официальное заявление директора МЧС в Турции. Хотя буквально за день до объявления об этом еще была спасена семья. Мне тоже в Телеграме об этом был пост, видео. Спасли семью из трех человек. Родители и сын, 13-летний мальчик умер в итоге в больнице, но родители остались живы. В магазинах на территории РЭП функционируют продуктовые магазины, на территории пострадавшие. Но у многих людей нет денег, нет карточек, нет средств, поэтому они все пользуются гуманитарной помощью. В магазинах продукт питания есть. Очень многие сетевые магазины, такие как BIM, Carrefour, своими глазами, да, что я видела, магазин Migros сетевые. Они в Инстаграме публиковали списки, фотографии своих сотрудников, которые погибли в зиме трястенье. Я вам скажу, в каждой сети это примерно 20-30-40 человек. Они потеряли своих сотрудников. В общем, там огромное пространство, около 14 миллионов людей, плотность населения была на всей территории в 10-ти этих провинциях. Поэтому, в общем, это не поддается вообще описанию, если так можно выразиться. Есть один город, и по соседству с зоной землетрясения, который тоже попал в эту ситуацию и подвергался толчкам, но при этом ни одно здание не разрушено, есть трещины, но ни одного нет пострадавшего и погибшего человека. Это буквально тема поднялась в первую неделю. Были интервью с бывшим мэром этого города. Говорит о том, что мэр не разрешал застройку, скажем так, обходить. Правила застройщиков проверял качество бетона, застройки. Буквально вчера я смотрела на ДРТХБ его интервью. Несущие конструкции сам проверял. Ну, там небольшой, короче, город, конечно, но все равно. Но, в общем, там, когда к этому человек с увесли был в власти, это все не позволялось. Причем, когда человек работал на совесть, то и вот такой результат. Сейчас, конечно, этого мэра везде показывают в интернете. Всякие новости про него снимают. Все про это и говорят, вот видите же, можно, когда хочется. Вот такие вопросики сейчас у людей к власти в стране на данный момент. И вот когда отошел первый шок, на второй неделе после трагедии увеличилось количество обращений за психологической и психиатрической помощь. Очень многие люди сходят с ума. Не хватает специалистов по стране. Максимально собирают группы спасательные психологической помощи. Отправляют в Хатай. Много видео в интернете людей, сошедших с ума на завалах, которые ждут или ищут, или пытаются руками разгребать завалы на ихте своих родственников и близких. Потому что это страшная трагедия. Это дети, оставшиеся без родителей в одну ночь. Это родители, которые остались без своих детей. Сейчас ходят по обломкам, собирают, что осталось от их жизни. Фотографии, компьютер, жесткий диск, кусочек одежды какой-то, платьишко, ботиночки и так далее. Это просто все очень страшно. Турки очень эмоциональны и восприимчивы. И вот такие трагедии им еще тяжелее переживать, чем людям более устойчивы, назовем так закаленной, может быть, сказать, психикой. И очень душевные и сердечные. Поэтому многие не выдерживают. Многие сходят с ума. Сейчас максимально закуп идет гуманитарная помощь на успокаивающие препараты, препараты на антидепрессанты и тому подобное. Но это мало обсуждается, конечно, в телевизоре, в новостях. Показывают то, как мы прекрасно все спасаем друг друга, какая взаимовыручка, помощь и так далее. Но так и есть, да, я не отрицаю. И я хочу отметить, турки до сих пор сплоченные, до сих пор максимально помогают. Они уже собирают вещи на лето, летнюю одежду. Очень многие разъехались по стране. И все ближние стараются, кто принимает чужих вообще все дома людей, собирают также одежду, какой-то им быт. Ну, вообще элементарные все простые вещи. Просто все это с нуля создается. Они также участвуют. Знаете, я могу сказать, что мои даже знакомые иностранцы, которые мне спрашивали, как здесь дела и все прочее интересовались, мне сказали так, а ли в этой стране есть будущее, если там такие сплоченные люди. Я с этим абсолютно согласна. Это очень видно вокруг, со стороны. И это очень приятно ощущать себя в подобном обществе людей, которые объединяются. Есть одна компания, давайте, наверное, скажу уж рекламу, потому что страна про эту компанию знает. Это компания от Токио, застройщик, у которой тоже не упало ни одно здание. Были повреждения, но ничего не разрушилось. Люди остались целы, кто покупал дома от этого застройщика. Сейчас, естественно, у них максимальные спросы, кто покупает квартиры, обращаются в эту компанию. То есть такая самореклама. Значит, по этой ситуации произошла, как бы спонтанная. И максимально две недели нельзя дозвониться до частных компаний, которые проверяют ревизию домов. Прочно все рванули сразу же по всей стране проверять свои дома, бетон, заказывать вот эту оценку. В общем, в этих компаниях не дозвониться было первые две недели. Качество застроек и так далее. В Стамбуле к новостям будет закрыто, буквально уже с сегодняшнего дня должно быть, закрыто. Это 93 школы государственные, не частные, которые находились типа под угрозой, не суперсостояние такое, которые ждали капитального ремонта, например, были какие-то повреждения и так далее. 93 школы будут закрыты, так решил мэр Стамбула. Детей куда расселят? Их будут, как сказать, расселять, назовем тогда. Они будут проходить обучение в других школах, какие максимально поближе территориально к ним, по их прописке находятся. Но в классах и так переполнение, вообще непонятно, как эти бедные дети будут получать информацию обучения, потому что перенаполнение классов будет. И так их плотничком было, потому что очень много в Стамбул иностранцев приехало с детьми, которые отдали своих детей школы государственные. И у многих тоже вопросы, почему тогда эти школы вообще в сентябре открыли, допустили, которые ждали какого-то ремонта. В общем, не ставило правительство сейчас рисковать максимально и стараются обезопасить, потому что есть слухи о том, что в Стамбуле может быть подобное огромное землетрясение, потому что Стамбул у нас в мраморном море проходит разлом тектонических плит. И сразу скажу, если у нас здесь вот этот плитар вонет, который под Босфором, нас просто всех смоет. У нас будет в первую очередь цунами и ближайшие районы смоет. Есть люди сейчас, конечно, которые на панике, на тревожности. Многие поуезжали со Стамбула, местные жители. Ну, у кого тревожное расстройство личности, сразу скажу, и диагноз есть. Потому что вся эта история очень страшная. Вы, если не жили периодически в землетрясениях, тут максимум не надо быть психологом, психотерапевтом, психиатром, жить на успокаивающих и так далее. Если ты живешь постоянно в этом стрессе, страхе смерти, вот таком внезапном, там много таких факторов, то тут, знаете, трудно умом не тронуться, если честно. Это всегда страх у всех абсолютно есть. Никто от этого не защищен, у кого-то больше, у кого-то меньше. И у кого сейчас есть возможность, многие переезжают за город, в Язлыки поехали, в низкие дома, назовем так, немногоэтажные, 3-4 этажа и так далее. То есть я не скажу, что это массовый прям побег людей, все выехали. Но я знаю несколько человек среди моих знакомых, которые уехали, которым просто морально они не могут находиться сейчас в городе. Ну, большинство, допустим, оля, 85% моих знакомых, конечно же, остались на местах, им ехать тупо некуда, работать и все прочее, продолжают свой быт. Насчет того, что мне даже спрашивали, правда будет в Стамбуле, как это прям угадать, ребят. Нет такой науки, которая прям предугадает землетрясение за час, за два и вас всех предупредит и спасет. Это природное явление. Второе. Мы всегда живем с этой угрозой. Это вообще, не забудьте, я вам рассказывала, 5,6 баллов было в Стамбуле перед Новым годом в декабре. У меня люстра там ходуном крутилась просто под потолком. Я думала, что это такой же силой будет, как вот было в Хаттае. То есть это было очень серьезно. Мы всегда в этом живем. Это не просто так внезапно. Сейчас на волне этой информации, эту новость. Мы всегда под этой угрозой землетрясения в Стамбуле. Ничего не поменялось, все так же остается. В общем, будем продолжать следить за этой ситуацией. На данный момент состояние людей удрученное, грустное. Хоть и уже официально у нас закончился траур. В общественных местах, в магазинах, в торговых центрах музыка в большинстве не играет фоновая. В спортивном клубе в-то я хожу, он не играет. В кафе, в ресторанах, да. Это не запрещено. Но очень многие, в общем, не могут все еще выйти, возойти люди в нормальную жизнь в Стамбуле, у которого этого не коснулось физически. Мы это не прожили, да, но морально. Очень много семей это затронуло. Если у всех есть знакомые или родственники, или друзья, кто как-то пострадал, в общем. В турецкие авиалинии на своем сайте стали принимать оплату российскими картами по системе МИР. Это может быть виза, мастер-карт, карточки, которые выданы в России. Как это произошло и почему? Оплата может проходить не сразу, можно попытаться. Не с первого раза это произойдет, потому что появился банк-посредник через Азербайджан. То есть по факту, оплачивая на карте турецких авиалиний билет российской карты, выплатить в банк Азербайджана. Он делает транзакцию на счет турецких авиалиний на их аккаунт в Турции. Также МТС-банк в России с турецкой системой УПТ. Я не знаю, как это правильно было произнести, но по-турецки это УПТ. Разрешили, скажем так, наладили, попробовали, работает система денежных переводов. Деньги можно получать из России в Турции, в долларах и в турецких лирах по системе УПТ, которые офисы принимают. То есть это их сами офисы. Это также ПТТ, почта, отделение почты государственное здесь. Отделение актив банка. Он тоже с этой системой работает. Поподробнее об этом, о системе, о лимитах и так далее, вы можете почитать на сайте. Официальный пресс-релиз был, у МТС-банка выходил. Можете там посмотреть. Еще в Турции это еще было до землетрясения, вся эта информация. Чтобы разбавить новости. Был пойман, очень главный преступник Австралии, был пойман в Бодрумина-Вилле, который здесь прятался долгое протяжение времени, пару-тройку лет. Он находился, оказывается, в Турции. Запрос на его арест выдал Интерпол. Сейчас скажу, как его зовут. Масуда Закария. Он один главных фигурантов преступной сети Аламидин, который работает, скажем так, ну, работает на улицах Сиднея. Это самые страшные преступники. Это главарь этой банды. Это убийство у его обвинения. Распространение контрабанда наркотиков в особо крупных размерах и так далее. Ему удалось скрыться из Астралии, когда в 20-21 году там ему был выдан ордер на его арест. Сначала он сел на рыболодскую лодку и доплыл до Майлазии, представляете, на простой лодке, в декабре 21-го года. Затем добрался до Турции через Азию, а потом приехал в Бодрум из Стамбула. То есть он находился в какой-то период в Стамбуле. В Бодруме его поймали на вилле. В общем, прекрасно себе жил, отдыхал, человек наслаждался. Из последних новостей. Турция в этом прошедшем 22-м году на первом месте в мире по часам, проведенным в Инстаграме. То есть граждане Турции в топе пользуются Инстаграмом. В среднем по миру выходит на душу населения, на человека. Ну, где-то 12 часов в сутки человек эфирного времени в Инстаграме проводит, смотрит информацию, в общем, открыт у него Инстаграм. А в Турции это 21 час, представляете? Ну, чуть-чуть меньше, чем в два раза, но вот насколько важны социальные сети. Такие новости Турции на данный момент. Если вы хотите быстрее узнавать раньше всех новости, переведенные на русский язык из официальных источников Турции, подписывайтесь на Телеграм-канал. Он указан в инфобоксе под видео. Если вам нужна психологическая консультация моя, то в инфобоксе также указана моя почта. Пишите на почту с темой письма консультация. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.